Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Мужской разговор. В канун молодого праздника Дня Отца председатель горисполкома Сергей Лободинский встретился с многодетными отцами Бреста. Главы администрации Московского и Ленинского районов Бреста провели встречи с молодежью. Поднимались темы трудоустройства и обеспечения жилплощадью молодых специалистов. Говорили о дне сегодняшнем и перспективах города над Бугом. Диалоги получились активными. О необходимости профильного образования и перспективах инициативы. Большое интервью ректора Брестского государственного технического университета Сергея Каспировича, корреспонденту Буг-ТВ Василини Буцкевич. Военно-патриотические и тренировочные сборы, слеты, встречи с представителями воинских частей и ветеранами. Районный патриотический центр память открылся на базе средней школы номер один города Жабинки. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. В Беларуси сегодня замечательный молодой праздник – День Отца. И вся неделя эта, начиная со Дня Матери, проходит под знаком родительской любви. Мама и папа – это те люди, которые дают нам безопасность и учат нас находить решения различных жизненных проблем. Они – руки, которые обеспечивают нам защиту, и руки, которые помогают нам безопасные типы жизни. Роль отца в жизни велика, поскольку быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – такое может только папа. Накануне глава города Сергей Лободенский встретился с многодетными отцами Бреста. Это врачи и спасатели, таможенники, военнослужащие, рабочие и строители. Мужской разговор прошел в необычном для приемов месте – в цитадели великого мужества и непревзойденной стойкости, в музее войны – территория мира, Брестской крепости-герой. Мужчины говорили о многом, но красной в этом разговоре прослеживалась одна мысль – дети должны жить в мирной стране. Дети не должны знать, что такое война, а защитить их могут только отцы. Сколь много силы, в самом звучании слова «отец» – защитник, опора, надежность и уверенность. Отцы и деды стояли насмерть, защищая свою родину, оберегая свои семьи от нашествия фашистской нечисти, страшные годы Великой Отечественной войны. И, наверное, именно поэтому встреча многодетных отцов с руководителем города была организована в Брестской крепости, в музее войны – территория мира. Здесь настолько реально представлены первые часы обороны Брестской крепости, что в голове бьется одна мысль – не допустить повторения, не допустить, чтобы дети не дождались своих отцов. Эмоционально и созвучно с этими мыслями прозвучало стихотворение Григория Бородулина в исполнении Станислава Мартысюка. Ты мне не подоси руки, глядишь удаль спад шкла портрета. Ти бачишь, вырос сын який. Скажи хоть слово для привета. А я чакал. З усих дорог, тебе у сорок четвертым летом, колонны ни одной не мог я пропустить за хапком к веток. Хотелось опачуть. Сынок! Ускликнуть радостное. Тата! Батьковским был мне кожаный крок. Усё и шли. И шли солдаты. Поверь, тяжко мне тому, что больше не прыгаешь ты до дому. А шапку я залжды с дыму. Перед могилой невядомы. Эту встречу можно назвать встречей людей, понимающих друг друга с полуслова, поскольку все девять мужчин многодетны. У всех трое более детей. Военнослужащие, пожарные, строители, врачи, учителя в статусе многодетного отца и мэр Бреста. Сергей Лободинский. Все моменты воспитания большой семьи он знает не понаслышке. И праздник, день отца, считает нужным. Это большая ответственность, потому что каждый из родителей хочет, чтобы выросли достойные дети, продолжили, возможно, то дело, которое каждый из нас видит в своем ребенке, нереализованное, наверное, в себе. И, конечно, хочется всегда уделить больше времени в силу загрузки, но мы, как это, с уверенностью, с любовью всегда знаем, что у нас есть надежная защита и материнская пика, которая поддерживает нас, вот таких, скажем, минуток, когда мы не можем отдаться полностью своим детям. Праздник молодой. В Беларуси его отмечают второй раз, и этот день тем самым подчеркивает значимость мужчины. Его роль в семье. Павел Черенкевич, главный врач Брестской стоматологической поликлиники, в его семье растут трое ребятишек, и всем им он уделяет много времени, понимая степень своей ответственности. И ответственность, и радость отцовства, и удовлетворение, когда видишь, что дети растут, развиваются, все в семье, все хорошо, что есть любимая супруга, любящая, надежный тыл, которая создает тепло, домашний уют, ну и любовь, семья, прежде всего, любовь. Статусность праздника подчеркнул и слесарь сантехника варийно-диспетчерской службы Сергей Гусев, воспитывающий двух мальчиков и трех девочек. Он подчеркнул, что роль отца в непростом процессе воспитания детей не менее значима, чем роль матери. Груз ответственности очень положительный, потому что у моей жены есть большой опыт. У нее родных сестер и братьев было 19 в семье, и поэтому как бы не хотела отставать от своих родителей, и у нас так получилось, что пятеро детей. Дети – это цветы, а цветы надо женщине дарить каждый год. Дети, забота о детях и их воспитании – это, конечно, большой и ответственный труд. И поэтому, когда был раньше праздник, как День матери, то я думаю, что и вот как вели этот праздник, как День отца, это потому что возложение обязанностей на их воспитание, обеспечение ложится не только на мать, но и на отца тоже. Я считаю, если Бог даёт детей, то, значит, и будет возможно, чтобы их прокормить, воспитать и поставить на ноги. Все отцы, независимо от того, кем они работают, служат, являются военнослужащими или госслужащими, или простым рабочим, это, в первую очередь, отец. Отец, который даёт пример для своего сына или дочери, и, наверное, вот это и есть критерий нашего, так скажем, семейного устойчивого такого фундамента, который и держит нашу страну. Сегодня, наверное, каждый из отцов, это, наверное, не только должен посадить дерево, построить дом, но и воспитать сына, а ещё лучше, когда это будет два, три и больше. Преодолев первые минуты смущения, собравшиеся мужчины активизировались и задавали вопросы, касающиеся, конечно же, детей. Их активно во время препровождения обустроенности и открытости спортивных площадок. А от журналистов прозвучал вопрос об ордене отца. Будет ли он в Беларуси? Я думаю, это имеет быть в Республике Беларусь, потому что, понятно, мать – это что-то святое, которое повсеместно и каждодневно для нас, каждого. Но отец – это не менее важный символ, который даёт опору и надёжу у нас в стране. Поэтому, я думаю, быть этому ордену. И как приятное дополнение, всем многодетным папам женщины-организаторы встречи поручили подарки. «Каждый уважающий себя мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына», – гласит народная мудрость. В неделю родительской любви по инициативе общественного объединения «Беларусь» папы со своими семьями доказали на практике, что соответствовать ему можно, приятно и даже нужно. Совместными усилиями в парке «Тысячелетия» они заложили аллею отцов, которая напомнит брещанам о значимости папы в жизни ребёнка. О необходимости участвовать в его воспитании, а также о необъятной силе любви, которую они дарят своим чадам. В окружении молодого живописного парка в рамках недели родительской любви активисты отцы из рядов общественного объединения «Белая Русь» высадили новую аллею. Аллею отцов, которая символизирует неоценимый вклад, который папы вносят в жизнь своих детей. Это уже наша стала традицией, недели любви, поздравлять и матерей, и отцов, потому что полноценная семья – это, конечно, полноценная ячейка нашего общества. Ну и сегодня мы закладываем такую аллею, аллею отцов. Пригласили мы сюда наши первичные организации для того, чтобы вместе, совместно здесь заложить эту аллею. Вообще уже многое сделано в парке «Тысячелетия». С самого начала «Белая Русь» всегда было на волне всех мероприятий, на волне субботников. Здесь нашими руками посажены многие деревья и кустарники. И эту хорошую традицию мы, конечно, продолжаем и в этот год. Надо еще отметить, что парк «Тысячелетия» – это, наверное, самый молодой парк города Бреста. Он расположен в таком бурно растущем, развивающемся районе города Бреста, Зареченском, как его называют. Поэтому вот эта аллея, которую мы сегодня посадим, она будет еще одним местом уюта, местом игры, местом, где, может, мамы с папой, с детьми прийти погулять, насладиться, так сказать, таким маленьким кусочком природы, ну и в конечном счете поиграть просто. В неделю родительской любви эта инициатива наполнила наш город семейным теплом. Ведь отцы пришли на высадку аллеи со своими семьями. Совместными усилиями они посадили порядка 30 молодых берез и с удовольствием потом будут прогуливаться по собственноручно высаженной аллее все вместе. Как относитесь к празднику? Положительно. Потому что отцов, у нас только с такой матерей. Поэтому немаловажно, чтобы был у отцов тоже праздник своим. Праздник хороший, нужный. День матери празднован дольше. День отца тоже должен быть, потому что отцы принимают зачастую не меньше, иногда большее участие в жизни семьи. Мы работаем в пятой поликлинике. Рядом находятся. Решили благоустроить прилегающую территорию в меру скромных сил. Аллея отцов непременно станет местом для всех, кто любит проводить время на свежем воздухе и стремится выразить свою благодарность и любовь к особенному человеку в своей жизни – папе. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Отец, папа. Как много смысла в этих словах. Целая вселенная. Совместные рыбалки на озере. Секреты от мамы, советы. Как защитить себя от ребят во дворе. А иногда и взбучка, иногда и веское мужское «нет» в ответ на очередную глупую просьбу. Говорят, мать любит детей просто так, а отец за то, какие они есть. Дорогие отцы, желаем вам любить своих детей от души и быть ими любимыми. И пускай это станет главным достижением в вашей жизни. Без хорошего отца невозможна полноценная семья. Трудно воспитание детей. В замечательный праздник, День Отца, мы поздравляем всех отцов. Новоиспеченных и со стажем. И желаем вам мудрости, терпения, благодарности от детей. Ведь все мы воспитываем друг друга. Отдавая детям лучшее, мы становимся лучше сами. С праздником, уважаемые мужчины! Вы смотрите программу «Итоги недели. Говорим о важном». В Брестском государственном техническом университете прошел единый день информирования с участием главы Московского района Андреем Филановичем и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членом постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолием Дашко. Познакомить студентов со всем, что происходит в Московском районе, а также о нововведениях на законодательном уровне – основная цель этой встречи. А в Ленинском районе прошла встреча с молодыми специалистами-педагогами. Говорили об их правах, обязанностях и гарантиях. Студенческие годы – время, когда закладываются знания и ориентиры не только с точки зрения профессии, но и с точки зрения жизненных приоритетов и ценностей. Именно эта мысль «Красная нить» ушла через все, что ребята услышали на встрече с главой Московского района Андреем Филановичем и депутатом Палаты представителей Национального собрания Анатолием Дашко. О ценности – это семья, люди, которые живут с тобой рядом, возможность развивать свой город, возводить новые предприятия, школы. Началась встреча показом фильма о Московском районе города Бреста. Мы сегодня встречаемся с учащейся молодежью в Брестском государственном техническом университете. Ну, цель – это все-таки пообщаться, узнать немножко, может, для себя что-то новое, чем живет сегодняшняя молодежь, что их интересует, что волнует, какие у них есть предложения, может быть, по улучшению, скажем, инфраструктуры в городе Бресте, ну, вообще, в целом, какие-то модные решения. Ну, соответственно, дать обратную связь, потому что это очень важно, когда ты разговариваешь, они слышат тебя, ты их слышишь, да, и, соответственно, путем диалога выставить какие-то дальнейшие движения. Студенты, среди которых есть немало иногородних, с удивлением и интересом слушали новую для них информацию о Московском районе, его людях, проектах, предприятиях, строительстве и возможности самим в скором будущем прикоснуться к его изменениям после окончания вуза. Было интересно узнать о развитии района Московского, о сферах различных, таких как образование, промышленность и здравоохранение. Что еще услышали, интересно? Очень интересно было послушать о браках, о том, какой средний возраст вступления брак. Также было интересно послушать о развитии различных отраслях, о строительстве, о крупных предприятиях, что самое крупное предприятие, савочный продукт в нашем районе. Мне было интересно услышать про строительную сферу, то, что район Московский очень быстро развивается в плане численности населения. Это очень хорошо заметно по новым районам, которые Южный, Вулька, Ковалевка. Я постоянно по работе езжу практически каждый день по городу. И это очень заметно, когда район раньше был пустырь, а постепенно с каждым годом все новые и новые дома, новые жители и новые учреждения, также образование, строят какие-то объекты, строятся в новых районах. И это очень радует, что город Брест становится на новый этап. И количество жителей постепенно увеличивается с каждым годом. Молодежь – это наше будущее, это потом они придут на наше место и будут руководить, и строить дальше нашу страну. Главное, чтобы они все сберегли и приумножили, вот в чем стоит задача. И глава государства эту задачу ставит. Поэтому надо им рассказывать, потому что, конечно, у них сейчас учебы много, информации много, тяжело. Где-то они, может, и не обращают внимания на какие-то моменты. Ну вот, я думаю, что если всесторонне развитая личность должна, так скажем, знать все аспекты, которые происходят в государстве. Молодежь – это наше будущее. И эти ребята должны знать, что происходит в стране на уровне законодательства, понимая, что и как работает в государстве. Я тоже вот хочу доложить им о тех нововведениях, которые нас ожидают в плане законодательства в ближайшее время. Ну и больше, наверное, сегодня хочу коснуться у нас на повестке дня два таких основополагающих законопроекта. Это о бюджете нашей страны и о бюджете Фонда социальной защиты населения. Ну, чтобы молодежь знала, откуда что берется, потому что все думают, что вот свет горит, он просто так горит. Он не просто так горит. Полный зал молодых, пытливых, заинтересованных глаз, готовых к новым победам по окончании обучения. Значит, московскому району жить и развиваться. Вот у нас молодоженок, который вот в этом году заключает брак у нас в городе Бресте. Так вот, значит, средний возраст следующий. Для жениха это 30 лет, для невесты 28. Самый ранний брак, который был заключен в этом году, жениху было 17 лет, невесте 16. А самый возрастной брак это и мужчина, и женщина, а не мужчина в возрасте 74 года, невесте было 76 лет. За не помню 10 месяцев, да, у нас в Бресте всего родилось, наверное, на 2650 малышей. Из них 41 пара двойняшек и грязнецов у нас родилось. В этот же день в городе над Богом прошла диалоговая площадка с главой Ленинского района Александром Власовцом и представителями администрации с молодыми педагогами. Говорили о многом, о правах и обязанностях, гарантиях и, конечно, о заработной плате. Специалисты получили необходимые рекомендации, в том числе и о решении квартирного вопроса. Сначала показалось очень тяжело. Сначала пришла, журналы, тетради, было тяжело. Ну, потом, получается, обращалась к постарше учителям, они мне помогали, объясняли, как, что лучше, когда проверить тетради, когда успеть подготовиться к уроку. И поэтому, ну, со временем все становится только лучше. На первое время было тяжело. Как с зарплатой обстоят дела? Ну, хотелось бы, конечно же, больше, но пока нормально. Педагоги – люди творческие, активные и креативные в любом возрасте. Говоря про молодых учителей, все вышеперечисленное можно удваивать. И именно от их успехов и активности зависит развитие района и города. А потому здесь важен точечный подход к вопросу каждого, кто пришел на встречу. Сегодня в администрации Ленинского района собрали молодых специалистов системы образования. Такая рабочая встреча, хочется услышать их настроение. Какие у них есть проблемы, какие вопросы в социально-бытовом плане. В ответ рассказать, какие у них есть гарантии, чего они могут просить, требовать. Какие государства моменты обеспечат их жизни. Разговор, конечно, хочется, чтобы был в форме диалога. Мы хотим слышать наше молодое поколение. Мы хотим, чтобы они нам показывали действительно, где, может быть, мы не дорабатываем, или что-то можно сделать совсем по-другому. Хотим им рассказать о том, что мы можем, что мы умеем. И рады видеть их на работе в Ленинском районе города Брест. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск и говорим об актуальном. Брестский государственный технический университет подписал договоры о сотрудничестве по развитию профильных классов инженерной направленности с пятью учреждениями общего среднего образования региона. Инженерные классы – отличная возможность для учащихся погрузиться в мир техники и технологий, получить практические навыки в области инженерии и разработки, а также участвовать в проектных работах. Проект стартовал в прошлом году. В Бресте инженерные классы уже функционируют на базе гимназии номер 2 и средней школе номер 20. О необходимости профильного образования и перспективах инициативы расскажем в следующем сюжете. Новые инженерные классы под патронажем Брестского государственного технического университета открылись в Высоковской средней школе Каменецкого района, средней школе номер 4 города Кобрина, средней школе номер 1 города Пружаны, средней школы деревни Большие Матыкалы Брестского района и в Малорицкой районной гимназии. Инженерные классы сегодня это четкий ориентир на раннюю профориентацию молодежи, молодежи, которой не безразлично, а, скажу более интересно, инженерная профессия. Действительно, мы в пилотном формате совместно с одним из наших ведущих предприятий, заказчиков кадров Брестоблгаз и двумя учреждениями образованиями в Бресте создали, это гимназия номер 2 и 20 школа, создали инженерные классы фактически еще год назад. Эти классы работают, мы видим реальный интерес у ребят к получению инженерной профессии еще на студенческой скамье, но сегодня мы пошли дальше. При поддержке Министерства образования развивается сеть инженерных классов по всей стране и в Брестской области уже создано порядка 20 инженерных классов и групп, соответствующих в различных учреждениях образования, это повторюсь по всей области. Мы заключили договора о взаимодействии еще с 5 учреждениями образования, которые находятся недалеко от Бреста. Мы планируем еще заключить порядка 10 договоров с иными учреждениями образования. Инженерные классы – это прекрасная возможность для талантливой и заинтересованной молодежи постичь тонкости инженерной профессии, определиться с вектором личностного развития в дальнейшем жизненном пути после окончания школы. Тем более, что сегодня потребность экономического сектора в таких специалистов крайне велика. Мы действительно понимаем, что молодежь должна понимать, что ей предстоит не только на стадии обучения в ВУЗе, но и потом, когда будет получена соответствующая профессия и специальность. Инженерные классы – это в качестве одного из инструментов, это, конечно же, профильное обучение, например, физмат-классы, но это еще и изучение факультатива в мире техники и технологий и введения в инженерную профессию. И в рамках факультатива школьники получают уникальную возможность не только получать теоретические знания, а что такое отдельные технологические процессы в машиностроении, в строительстве, в других сферах, но и получают возможность быть на экскурсиях, в ВУЗах, на предприятиях, где в будущем им предстоит работать. Для реализации этой программы университет привлекает специалистов из различных отраслей и пригладных профессий, которые работают в качестве лекторов и наставников для учащихся. Ребятам уже преподают факультатив в мире техники и технологий введения в инженерную профессию. Планируется также образовательный процесс в дистанционном формате. В 2022 году Государственное учреждение образования гимназии номер 2 города Бреста, Управление по образованию администрации Московского района города Бреста, Брестский государственный технический университет и производственное республиканское унитарное предприятие «Брест-Угаз» заключили договор о сотрудничестве. Целью договора является организация обучения учащихся 10-11 классов в инженерных классах. Наша совместная деятельность направлена на формирование учащихся технологической культуры, позитивного отношения к инженерной профессии, а также, конечно, осознанного профессионального самоопределения в сфере будущей деятельности. Я обучаюсь в инженерном классе. На повышенном уровне мы проходим предметы физика и математика. Также мы посещаем факультативные занятия по этим предметам и факультативное занятие в мире техники и технологий. Посещая их, мы узнаем многое о разных инженерных профессиях. С нами работают опытные учителя Брестского государственного технического университета. Мы также являемся активными участниками в различных университетских мероприятиях. Так, например, нам была проведена экскурсия по главному корпусу университета, а также мы приняли участие в Дне открытых дверей. Мы были на экскурсии в лаборатории робототехники и работали в лабораториях теплогазоснабжения и вентиляции. Также нам посчастливилось побывать на выставке научных работ аспирантов и студентов университета. Заказчики кадров – важное звено в заеинтересованности ребят в обучении и целевой подготовке. Инженерный класс должен быть связан с предприятиями, тогда заказчик не упустит учащегося, который ему интересен. Я бы хотел, чтобы предприятие не только отслеживало успеваемость, но это тоже неплохо, когда успеваемость в школе уже критерий для предприятия, а не четвертый или пятый курс, когда специалист подготовлен, когда предприятие приходит просто на распределение и заявляет, что вот нужен один специалист в области, например, строительства или технологий машиностроения. Это неправильный подход. Правильный подход – да, начинать в школе. Но важно, чтобы не только успеваемость была критерием, а еще и интерес школьника к получению этой профессии, к работе на соответствующем предприятии. Вот если это будет все вместе, тогда предприятие может смело заключать договор на целевую подготовку, и тогда фактически это уже его, можно сказать, специалист, будущий специалист, потому что целевая подготовка – это такой процесс, когда на протяжении с первого по выпускной курсы предприятие рядом. Предприятие рядом через практики, которые проходятся только на данном предприятии, через темы курсовых и дипломные работы или проекты, которые выполняются под конкретные проблемы данного предприятия. Ну и, конечно же, предприятие может материально поддержать студента еще дополнительными выплатами, кроме стипендий. И вот если еще в школе, в 10-11 классе, такой потенциальный будущий специалист найден предприятием, мне кажется, это очень качественная, эффективная кадровая работа. Инженерные классы представляют собой значимый шаг в реализации современных образовательных программ, направленных на подготовку нового поколения специалистов. И у проекта уже есть весьма интересные перспективы. Инженерные классы, как мы надеемся, это и возможность впоследствии после успешного окончания обучения поступать на льготных основаниях вузы. Такое предложение внесено, и я надеюсь, что оно будет принято на уровне новой редакции или корректировки правил приема. Соответственно, ребята смогут без вступительных экзаменов поступать на востребованную экономикой инженерные специальности. На широкий спектр, я полагаю, опять же, в названных уже в сферах, но и не только. Впереди предстоит еще порядка 10 подписаний соглашений с учреждениями образования области, чтобы максимально охватить потенциальных учеников и заинтересованных в обучении на инженерные специальности. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Районный патриотический центр память открылся на базе средней школы номер один города Жабинки. Здесь ребята Жабинковщины смогут организовывать военно-патриотические и тренировочные сборы, слеты, встречи с представителями воинских частей и ветеранами, проводить факультативы и воспитывать в себе личность, формируя правильные ценности. В церемонии открытия центра участие приняли заместитель председателя областного исполнительного комитета Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич, военный комиссар Брестской области Олег Коновалов, командиры и представители воинских частей и учащиеся всех школ района. Новый патриотический центр – это целый воспитательный комплекс, музей, библиотеки и учебный класс. Его цель – формирование понимания каждым молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству. В нашем учреждении образования выпала большая честь, потому что на базе нашего учреждения образования открывается районный патриотический центр «Память». Наше учреждение образования определено, потому что у нас хорошая материальная база и проведена хорошая работа педагогическим коллективам и учащимися нашей школы по патриотическому воспитанию. В 2020 году на базе нашего учреждения открыт после реконструкции школьный исторический музей. В течение этого времени этот музей пользуется авторитетом не только в школе, но и в городе. За это время посетили музей ребята всех школ района, приходят воспитанники до школьных учреждений образования, а также он уже пользуется авторитетом у местного населения. У нас даже проводятся экскурсии для людей, организации, которые по запросу обращаются к нам. Базу историко-краеведческого музея мы используем в своей работе для патриотического воспитания. Наряду с тем, что мы проводим экскурсии для учащихся, в этом же музее педагогами школы проводятся музейные уроки, классные информационные часы. Церемония посвящения и открытия центра прошла в школьном дворике. В торжественной обстановке первые 10-11-классников, членов патриотического центра, принесли клятву. Убая в ряды районного патриотического центра память торжественно клянусь. Быть честным и верным товарищем. Быть образцом в учебе и поведении. Сказать слова на путь, где поздравить школу и ее учащихся с открытием патриотического центра, прибыл заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадим Кравчук. Сегодня очень важное событие. Открываем патриотический центр воспитания молодежи. Именно на базе учреждения образования. Это первая школа. Первая школа сегодня в Жеменковском районе одна из самых больших. Здесь учится порядка более тысячи человек. Поэтому здесь видно было по принятию присяги именно патриотического центра память, как ребята с каким удовольствием это говорили. Сегодня также в Брестской области открываются патриотические клубы в таких городах, как Кобрин и Микошевичи. И в итоге у нас получается по Брестской области уже 34 военно-патриотических клуба, более десятка патриотических центров и 42 патриотических класса, где охват обучения порядка пяти тысяч ребят. На каждом из данных учреждений обязательно проходит углубленное изучение таких предметов, как история, физика, математика, химия и ряд других. Также ребята углубленно могут заниматься прикладными видами спорта, ознакомливаться с работой и бытом военных частей наших. Также посещать субъекты хозяйственные, потому что патриотизм заключается не только именно с военным связанным делом, обязательно это связано и с гражданскими обыкновенными профессиями. Я уверен, что ребята в данных учреждениях обязательно приобретут свою профессию, обязательно приобретут новые навыки, которые будут использовать в дальнейшей своей жизни. После торжественной части мероприятия состоялось подписание соглашений между районным патриотическим центром память и войсковыми частями региона. Соглашение предусматривает тесное сотрудничество военнослужащих с районным центром, проведение практических и теоретических занятий и допризывную подготовку. Для нас, для военных, наверное, в первую очередь, так же, как и для всех граждан страны, в первую очередь важно, чтобы наше молодое поколение было патриотами. И это как бы, ну, не громкие слова, там, патриот, а умели любить свою родину, относились к ней, как к своей родной, делали для нее все то, что они могут сделать, ту пользу, которую они могут принести. Ну, а, конечно, элементы, так как это военно-патриотический центр, элементы, военной подготовки здесь тоже будут присутствовать, ребята будут посещать воинские части, причем на сегодняшний день все воинские части откликаются, готовы взаимодействовать и работать с учреждениями образования, с центрами военно-патриотическими. Поэтому я думаю, что для нас это тоже будет своего рода польза, когда молодой человек, придя служить в вооруженные силы, будет уже иметь представление, что это такое, как поступать, как выполнять те или иные приемы с оружием, строевые приемы и другие моменты, касающиеся военной службы. И молодым людям будет намного проще, придя в армию, адаптироваться, освоиться и приступить к выполнению обязанностей своих. Сегодня решение таких важных задач, как патриотическое и духовно-нравственное воспитание, нельзя терять друг от друга. Районный патриотический центр «Память» ставит перед собой цель – возрождение, развитие патриотизма и гражданственности среди подростков и молодежи. И сегодня ребята, те, которые стали участниками нашего патриотического центра, я уверен, они станут достойными продолжателями подвигов своих предков, настоящими искренними патриотами Республики Беларусь и будут жить по основному принципу, как кажется важным, что человек не должен думать, что Родина сделала для него, а каждый из нас должен думать о том, что он сделал для своей Родины. В музее мы рассказываем экскурсии, мой стенд про деревню Дремлёва, про её трагедию и также рассказываю про план Ост. Это наша память и это наше прошлое, а без прошлого никогда будущего не будет. В соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 160 о развитии военно-патриотических клубов, сегодня в Брестской области функционируют 34 военно-патриотических клуба с охватом более трёх тысяч обучающихся. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и своё видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остаётся только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведём итоги ровно через неделю. Я, Виктория Агапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok